Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Fallout 4. И я прокачал нашу броню по полной программе, то есть она теперь у нас улучшена максимально. Также огромное спасибо за ваши комментарии, которых очень-очень много, и с каждым разом становится всё больше, это очень сильно меня радует. Значит, вы мне даёте множество советов, которые реально интересны, но я их не все успеваю запомнить, наверное, нужно будет уже конкретно заметки оставлять. На листочке писать себе напоминания или в смартфоне. Но самое интересное, тем не менее, я стараюсь вычленять из общего огромного количества других сообщений и показывать вам отдельно. Значит, вот тут есть такое убежище, грёбанное убежище в грёбанном санкчуаре. Вы можете себе представить, прям под носом оно было у меня, и я о нём даже не подозревал. Предполагалось, это убежище изначально, насколько я понял, в качестве противоударного на случай ядерной войны. Ну, ядерная война случилась, убежище выстояло, чего я не могу сказать о человеке, который здесь был. Ну, судя по тому, что здесь жратва стоит, который жил лет 200, человек, наверное, умер давным-давно. В общем, я тут всё обшмонал, всё самое интересное собрал. Здесь было очень-очень много алюминиевых и жестяных банок, я их взял, конечно же. Также сейф и вот такой вот ящик. По ресурсам, конечно, для моего уровня персонажей это уже так себе, ничего особенного. Но вот если вы только-только начали игру, то для вас вот это настоящий дар будет. Это место реально крутое. Потом дальше я советую вам подняться на крышу и найдёте вот эту сосиску, в которой будет куча боезапаса и оружия. Блин, кто бы знал. Если бы я знал в самом начале игры, что здесь вот так можно сделать, было бы очень круто. Я бы всё время понимал, где мне найти патроны. Тут же как бы в течение трёх дней всё респаунится. Мне, кстати, тоже в комментариях написали, я отдельно спрашивал. Три дня ждёте, респаунится всё, собираетесь снова боезапас, оружие там и так далее и тому подобное. В общем, веселуха полная. А также персонаж у меня прокачался. Давайте мы ему сейчас, что мы ему улучшим? Мы, наверное, ему улучшим как раз-таки местного лидера. Где он у нас? Я, наверное, пропустил. Да, вот он. Вот. И попробуем в замке построить что-нибудь такое особенное. Кстати, Ника Валентайна я отправил в качестве снабженца в замок, чтобы он таскал ресурсы. Как это делается? Вы подходите к персонажу. И у вас, вот у меня кнопочка пока что не активна, потому что эта кнопочка становится активной, когда определённых персонажей отправляешь. Вот, например, вот его можно отправить в качестве снабженца как раз-таки в любое из поселений минетменов. Но, вот, к сожалению, здесь нет уже замка, потому что, насколько я понял, один человек — это один вот этот вот снабженец получается. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нормально. И я Ника Валентайна назначил на роль снабженца. Пускай носит теперь как мул. Как ты туда залез? Черт, это вообще забыл. Вообще, я порой поражаюсь, что они тут вытворяют. Безумие самое натуральное. Так, нужно взять довоенные деньги, потому что ваших советов очень много, а я один, и как бы надо всё успевать. Хлам. Хлам. Довоенные деньги. Где у нас тут? Давай-ка, бери их. Дерево. Не понял. А где довоенные деньги? А, вот они. Прекрасно. И пойдём в 81-е убежище. Вы мне говорили, что в 81-е убежище можно найти крутую пушку 330 какого-то калибра, я уже забыл. То ли 335-го, то ли 355-го. Это, блин. Я эти калибры себе не люблю. Вообще, я в них отстойно разбираюсь. Примерно так же плохо, как в марках машин. Совсем не автомобильный я человек. Конечно же, не знаю, хорошо это или плохо. В общем, надо идти в 81-е убежище. И там баба вроде как продаёт вот этот стволешник. И стоит тут где-то 5 или 6 тысяч крышечек. Да, много. Прилично. Согласитесь, приличная такая сумма. Но значит и оружие должно быть хорошим. Особенно, если мы его с вами прокачаем. Так, крутые парни не ждут, пока откроются створки. Они просто перепрыгивают через эти створки. Давай-ка, собирай. Ресурсы. Да, тут восстановились. Это прекрасно. Блестящая жестяная банка. Красота, правда? Столько ресурсов можно взять, тут понабрать. Что чудо дивное. Так, керамика, да. Керамика нам тоже нужна. Чистый стакан, очищенной воды нет. Пепельницы. Пепельницы хорошо идут, потому что реально не хватает нам керамических изделий. Они, на мой как, нужны. Будем их собирать. Поехали. Фонарик надо лучше включить. Тут как-то темновато, тут. Ох. Мы находимся с вами в убежище Волтек, как бы кэп, да. И тут музычка в лифте не играет. Грустно. Я очень хотел, ждал, пока эта музыка заиграет здесь. И я смогу ее послушать, расслабиться. Ни хера. Это гребаный Волтек. Они все время делают убежище мрачными. Но красивыми, тем не менее. Шлюшкиного друга, помните, да? Вот его жена. Бедная, несчастная. Ты нам что-нибудь скажешь, кстати? Так, ну вот с тобой мы поговорим. Чего ты не моешься? Ты что-то грязная такая ходишь. Давай. Все, мы с тобой сейчас поменяемся, Бартер. Ты у нас бортовщица. Есть продавщица, а ты бортовщица будешь. Ладно. Наручи смотрителя. Нам нужен ствол смотрителя. Ну, вы поняли, да? Оружие. Оружие нам нужно. Где оно? Левый наруч смотрителя. Правый наруч смотрителя. Подождите. Мне говорят, что у нее будет ствол смотрителя. Как это обидно, блин. Как это грустно. Я совсем на другое рассчитывал. Тут больше торговцев, по-моему, нет. А это наша хата, да? Да, точно. Это наша хата с вами. О, лунная мартышка. Давай. Я все думал, где же у нас тут комната будет? Она, вот она. Прямо рядом с выходом из убежища. Халтурщица красит невидимые стены, да? А больше тут торговцев, по-моему, и нету совсем, да? Так это вообще грустно получается. Потому что я искренне рассчитывал на стража смотрителя. Вы мне в комментариях напишите, вообще, как... Как здесь сделать так, чтобы у нее был вот этот страж смотрителя. Что есть на продажу? Кроме оружия. Тогда у кого? Она говорит, что она оружие не продает. А как тогда быть? Нихера себе у нее цены заломные. Правый наруч смотритель. Да в жопу ты себе эти наручи засунь. Твари. Такие цены просит, блин. За кусок железа. Совсем дура. Да, у Алексиса все найдется. Ничего у нее не нашлось. Эта скотина оружие не продает. А мне оружие нужно очень сильно. Может быть, тут директрица нам нужна... О, стоп. Чистая красная тарелка. Ага. Будильник, да, давайте возьмем. Вы меня попросили наведаться в институт. И с сыном поговорить, чтобы он нам дал оружие какое-то крутое. Которое как раз таки за вот этот будильник крафтится чисто. А тут нельзя украсть, да, ничего. А это тоже наша комната, что ли? Не понимаю. Это тоже наша комната получается. У нас тут две комнаты в убежище. Как-то круто. Сишки-то у тебя ничего, блин. Ну ладно. В общем, она не в настроении нам продавать всякие пушки. А тогда я не знаю, у кого тут еще можно прикупить все это. Больше таких торговцев-то я здесь и не встречал, не видел. Ладно, уходим отсюда. Моя задача была проверить вашу наводку, которая, к сожалению, не сработала. Хотя, вы правильно мне написали, что есть такое оружие страж-смотрителя. Я его помню. Но вот что он у нее продается, нет. Она сама сказала, что она не торгует оружием. К сожалению, большому. Ну и ладно. Тогда мы отсюда уйдем. Может быть, и у них можно поторговаться? Нет. Может быть, с тобой можно поговорить? Нет. Тоже нельзя с тобой поговорить. Ну, вот тут. Вот так вот получается. Как-то. Что особенно-то и неразговорчиво здесь люди. И без страж-смотрителя. Хотя мне бы было искренне интересно. Вообще, посмотреть, что это за оружие. А еще больше интересно мне было бы его апгрейдить. Посмотреть, какое оно в действии. Вот. Вот так. Можно, конечно, попробовать наведаться в добрососедство. Нет, не добрососедство. А в Банкер Хилл. Да. И там уже посмотреть. Там потому что очень часто заезжие караванщики есть. Которые торгуют прекрасным оружием. Порой даже легендарным. Легендарчиками. То есть. Но по логике у них страж-смотритель найти что-то как-то я искренне сомневаюсь. Это вряд ли. Потому что смотрите, он относится к убежищу непосредственно. О. Так, вот крикет. Да она обдолбанная вся. По полной программе. Глаза вон красные. Давай показывай, что у тебя есть оружие. К сожалению, все оружие у нее отвратительное. Вообще. Боеприпасы. картриджи вот у нее есть. Это очень хорошо. Это даже я бы сказал очень и очень хорошо. Давайте возьмем. Конечно, крышечки все это стоит, но вполне себе так сойдет. Меня иногда поражает, что персонажи начинают тупо зависать на одном месте. И в добрососедство зайдем, тоже поторгуем, потому что это все очень-очень нужно. Вы мне еще говорили в Diamond City зайти что-то поторговать с кем-то, но я уже не помню о ком вы говорите. А, вы мне говорили там купить партию алюминия. Буду знать. В общем, мне уже несколько раз писали про то, чтобы я выполнил квест с Конститюшеном. Друзья, я этот квест уже выполнял. Будьте немножечко внимательнее. Какой у тебя разрадный голос. Но мне это неинтересно, это железка. запивало нет, запивало это установка ракетная. Совершенно не прикольно. Медь продается, да. Давай-ка вот так вот тоже купим. Все, пойдем в замок. В замок. Вы уже наверное прям натерпелись пока я тут хожу и замок не посещаю. А вот надо, надо. Только мне интересно насколько долго Ник Валентайн ресурсы переправляет между поселениями. Вот чего не знаю, того не знаю. Что у нас тут есть? Хлама много. Хлама много, да. Ну что, давайте попробуем торгашей тут поставить. По-моему, магазины. вот торговец. Так. Большой магазин. Вот, магазинчик можно сделать. Пускай будет где-нибудь тут. Такой базарчик, да, получится. Вот, отлично. Потом броня. Броня тоже. У нас прокачанную можно поставить броньку. отлично. Дальше оружие. Оружейника. А, это все стоит крышек приличных. Блин, а это думаю, что так все просто-то? А тут это все за крышечки делается. Так, ты будешь работать в поте лица. Ты прекрасно. так, торгаши у нас есть. А можно линию снабжения интересно с Санкчуарей сделать? Вот. Санкчуарей внимательно смотрим. А вот не вижу тут Санкчуарей. Значит Ник Валентайн все должен делать. Вопрос в том, как долго он будет справляться. Ха, нихера у него нету. А как они получаются торговать будут? С караванщиком? Не знаю. Также вы меня попросили сделать кормушку для бараминов. Оружейный, плита, обслуживание бараники лаборатория. Не то. Где это может находиться все? Ресурсы. Ресурсы разные. Станция сбора мусора. Вот, давайте мы поставим их. Станцию сбора мусора. Где мы поставим? Давайте тут пускай будет. Вот. Дополнительные ресурсы при разборке. Давай не тормозим, не барышня. Не надо. Здесь поставим пища. пища. Кормушка для броминов. Тыква. Блин, все не то. Вода. Кстати, кстати, мы генераторы можем сделать? Вы меня очень просили сделать генераторы. Генераторы. Вот, да, большой можно сделать. Где-то тут, я помню, требовалась энергия для водного генератора. Я не помню, где. За стеной, да, это точно. Это я вам говорю, вот, вот здесь это требовалось. Необходима энергия, да? прикрепить провод. Не крепится. Давайте мы тараз свой генератор поставим. Вот такой вот, скажем. О! Прикрепить пров... Скалп, прикрепить провод. Вот, мы прицепили провод. Отлично, по идее должна эта установка питаться. Подпитываться она должна, да? И чё, она не фурычит? Не совсем понимаю тогда. Ну вот сюда. Сюда же нужно подключать-то нет. сколько нужно энергии? Необходимо 5 единиц энергии. Это ну бред. Бред какой-то, ребят. Не, ну серьёзно. Давайте мы тогда возьмём и наверное унесём. Так, подожди. Нет. Иди сюда. Хе-хе, убегай. убегай с генератором нормально так. А провод-то ещё тянется, жесть. Блин, дерьмо. Песец, как меня это иногда бесит. Ёла пала. Давай, отсоединяй вот этот провод. нет, нет. Всё, всё, хорош. Короче, вот так вот убираем в жопу. Даже не допрыгнул. Ладно. Поступим по-другому. Пойдём сейчас и посмотрим откуда там провода идут. Потому что это пипец дебилизм какой-то. Просто натуральнейший. Так. Смотрим. Где-то тут вот они провода. Вот они идут, 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 тянутся. И куда они идут? Аккурат сюда идут. По кишке по этой что ли? Вообще непонятно. Нужно найти где-то этот генератор. то есть вот провод разветвляется здесь и всё. Энергии-то хватает? Энергии не хватает, друзья. Энергии мало, откровенно. Тогда надо поставить генератор тут. Давайте вот ещё один генератор. Вот здесь поставим прям вот. Теперь энергии хватает. Теперь заработало всё. Места нужны спальные. Где у нас будут ребята спать, отдыхать? Коек тут много, да? Давайте разберём. Будем тут койки ставить. Кровати. Пора бы уже давно этим заняться, на самом деле. вот красивые такие места тут у них получится. Ну-ка аккуратно. Вот так. Вот так. Вот это всё разбираем. Это поставим тут, чтобы, ну, чтобы не мешался этот ящик, да? Чуть-чуть его надо вот так отодвинуть. Так, табуреточку мы где-нибудь здесь прилепим. Нормально. Она, правда, как-то в воздухе повисла. Нехорошо. Ракета? Что здесь делает ракета? Пускай лежит на столике. Да. Кровати. Да не ходите вы тут дурни, блин. Коза, уйди, не мешайся. Тут не видишь, всё обустраиваю. Спать ты о чём будешь? ой, ну чё-то как-то она совсем в текстуру ушла. Кроватка. Чё-то надо и вытащить. Вот. Нормально. Вот она пристроилась. Или нет? Хрен её знает. В общем, вот ещё одно место. Ага, вон легла. Всё, ну у них сейчас такое время ночное, не спать ложатся. Они же эти не вампиры. Правильно. Ой, криво-то как. Ёб. Вот так нормально. Ложитесь, отдыхайте. Ну вот как-то даже получилось уютненько, согласитесь. Сейчас ещё свет тут сделать. Так, это что такое? Пункт первой помощи. А почему он тут находится? Не понимаю. Чё за херня-то? Давай-ка тут ставь. вот. И нужно человека назначить. Давай-ка будешь тут теперь торговать. Торгаши у нас тут появились. Вообще великолепно получилось. Хорошо, как мы тут всё обустроим-то. Блин, даже я начинаю обалдеть уже, кайфовать от всего от этого. Так, теперь тут кровати. Ага. Ага. Потом всё выровняем это, если что. По-быстренькому это не проблема. Вот. Или чуть-чуть вот так вот вытащить надо было. Да. Так, продолжаем, продолжаем, не останавливаемся на достигнутом. Тележка что это всё тут делать-то? Не понимаю, а как тут пол? Пол можно выровнять, или это не слишком важно? По-моему, тут боговать будет. Давайте вот так тут поставим постель. Вот так поставим её. Сойдёт же ведь, да? Да, сойдёт. Это получается, сколько мы поставим кровати, столько у нас и народа будет, да, здесь тусоваться. то есть собрать можно тут много вообще, по-хорошему, да? Типа того. Нет, близко, слишком, слишком близко поставил. А вот так думаю, это будет слишком много, слишком круто. Вот так, пускай будет ещё одна коечка. защита теперь нужна, то есть турели, иначе говоря. Давайте турели ставить. Где бы их поставить? Лучше, наверное, ставить турели наверху вот этой нашей крепости. Так, где? Вот оборона. Стражевые посты. Пускай это будет лучше турели. как-то они более мне милы. Оттуда вряд ли кто-то может прийти. Наверное, турель надо ставить где-нибудь вот на этом месте. Чё-то тут труп валяется. Чей-то. Всё, защиту мы сделали. Братюнь, ты чё это вообще? Нехорошо. Чё получается? отлично вообще. Теперь нам надо уберись ты. Теперь надо нам сделать структуры дерева, модульные дома, фундамента нету, полы, вот они вот эти блоки бетонные. великолепно. Потихоньку заделываем, да? Давайте мы вот это уберём, безобразие. Ну, зачем-то надо лишнее место загораживать, когда у нас вот тут уже мы с вами сделали, что надо. да? Я, огорожу потом огород, но чуть позже, как говорится. Вот, 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 вот красота. Слушайте, классно застраивается тут всё это безобразие. Надо освещение сделать здесь. Слишком тут темно. но я думаю мы этим займёмся чуть позже, да? что у нас там со стенами? Пускай там будет этот блок. Давайте-ка мы сейчас здесь будем ставить вот эти полы бетонные. Точнее, не полы, вы поняли, в общем, что, что именно о чём речь. так ровно чтобы было, давай-ка. Вот, прекрасно. Тут, наверное, лучше вот с этой стороны ставить уже, да, получается. Да. Всё верно. Да. Чётко. А это сейчас само прилепится. Ну да, прилепилось, действительно. Ну и что в итоге получилось? Кое-чё интересное получилось, мне кажется. Такая приличная стена, внушительная, да. Только если бы не вот это пространство, было бы ещё круче. Так, с этой стороны давайте тоже заделаем. А то получается какая-то ерунда полная. вот. С этой стороны. С этой стороны давайте ставить. Ровненько только чтобы, да? Чтобы совсем ровненько. Вот, прекрасно. А это уже автоматически будет лепиться. Ну да. Всё верно. вот так-то. Ну-кася. Ну да, да, круто. Только вот ещё бы здесь конечно поставить стену. Вот так вот, да. И вот здесь он где-нибудь. чтобы чётко совсем было. Вот тут вот можно поставить. И вот тут, да, прилепить. Великолепно. Здесь. Здесь. Тоже тоже надо поставить. Как-то аккуратно так. Вот это мы сделали, да. Слушайте, вот это оборона, я понимаю. вот это мы с вами тут забодяжили. Конкретненько так, да? Вон, можно было прилепить. Вообще шоколадно получается. Вот так. Ага. И с этой стороны. Вот так вот тоже. Великолепно. Вот теперь у нас получается замок мы перекрыли. Получилась такая глухая стена. Великолепная просто. Что ж, друзья, давайте мы на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока. Пока.